Добрый вечер. Собственные страхи, как правило, человека пугают сильнее всего. Мнительность не дает покоя, подозрительность вложит изнутри, а все вокруг кажутся людьми с умыслом и безалаберностью, способные на всякую неприятность, переходящую в гадость. Если весь этот пучок страхов и комплексов обживается не просто в голове обывателя, а в ответственной за родину голове, например, какой-нибудь депутатской или сапфедовской, тогда рождаются стремительные инициативы, резвые законы и такие кратильные жесткие запреты, оберегающие людей друг от друга и непременно увеличивающие всеобщую безопасность. Вы слышали только что в новости, в блоке новостей, как раз очередной федерал говорил, что нужно по поводу алкоголя, жесткие меры. Вот постоянно, как только где-то что-то происходит, обязательно эти люди, пишущие законы, норовят что-нибудь такое пожестче, пожестче. И вот именно подобный поток страха в свое время, сформированный подозрением во всеобщей невменяемости водителей, добавил в наши правила дорожного движения, пункт 2.7, и в административный кодекс 12.36, запрет на разговоры по телефону во время управления транспортным средством, которое, естественно, с точки зрения законодателя, пожизненно было, есть и будет средство повышенной опасности. Хендсфри, причем тогда уже были, но, правда, дороговато обходились, не все их покупали. И масштабные продажи действительно удалось как-то колыхнуть и стимулировать вот этой самой победоносной статьей. Проблему это, конечно, совершенно не решило, подняло продажи, тем более на этот момент потихонечку уже выпало большое человеческое счастье по обладанию автоматическими коробками передач, это тихонечко стало распространяться на всю страну, и, в общем, никакого законодательного эффекта это не имело, и, самое главное, всеобщего отказа от трубки возле уха не случилось. Выходим на улицу, каждый день видим, как мимо проезжают машины, где люди одной рукой управляют, другой рукой держат возле уха какое-нибудь мобильное явление. И вот как только был принят закон, а он был такой, как всегда, пожестче, пожестче надо с людьми, в такой легкой иронии и невольным послесловием к нему посыпались различные открытия ученых, наука разных стран взялась изучать, что же для водителя наиболее опасно, что наименее опасно. Первыми в разговор вклинились американцы, потом подхватили англичане, французы, кстати, тоже отметились. И вот кто бы ни брался за это исследование, неважно, на математических моделях, либо на живых людях, никому не удалось выдрузить на пьедестал опасности разговор по мобильному телефону во время движения. То есть никак не вытанцовывалось, что самая большая угроза для водителя — это треп за рулем. Причем, вот если, например, пойти уже в сторону полного нигилизма, то такая легкая степень опьянения, вот те самые 0,3 промилле, она отвлекает от управления гораздо опаснее, чем треп по телефону. Если же держать себя и телефон в руках, то выясняется, что на первом месте самый опасный, самый отвлекающий водитель — это трындящий рядом пассажир. Вот хуже теща, рассказывающей о том, как у нее в огороде поспела какая-то бузина, ничего для водителя нет. То есть по силе отвлечения от управления, безалаберный пассажир, развлекающий водителя разговорами, стоит на первом месте что у американцев, что у англичан в исследованиях, что у французов, причем многие из них все-таки проводили эксперименты на живых людях. Также очень опасно для водителя чихать. Как только бедного потекла по носу какая-то сопля, глазки зажмурились, как чихнул во время управления транспортным средством повышенной опасности, так, конечно, просто кошмар. Опять-таки и дорогу упустил из вида, и вообще, в принципе, отвлекся от всего на свете. Обязательно еще фигурирует музыка, причем некоторые ставят ее вровень, говорят, что музыка сильно отвлекает, некоторые на полступеньки пониже. И везде, в каждом исследовании фигурируют дети. Дети на борту автомобиля – это очень серьезное зло, которое водителя отвлекает. И вот самый свежий был рейтинг австралийских ученых. И они опять не подтвердили, что разговор по телефону является чрезвычайно опасным и отвлекающим для водителя. Причем они, походя невольно, не подозревая совершенно об этом, пнули наших парламентариев, которые, если помните, неделю тому назад размахивали смсами и кричали, что «За рулем! Во время движения! СМС! Нельзя!» Ну, знаете, кому нельзя, кому можно. Некоторым людям СМС даже в пешем положении я бы не рекомендовал, потому что убьются от телеграфный столб. А некоторые за рулем, ну, посмотрите на водителя маршруток. Ничего себе, ребята, шестирукие Серафима и Семикрылые справляются. И тем не менее, австралийцы проводили эксперимент на живых людях. Они пытались определить, что же является наибольшей угрозой для водителя, что сильнее всего его отвлекает. Выяснилось, что ничего страшнее детей в машине, в принципе, нет. Причем безотвестительно того, есть ли, например, активированное мобильное приложение в виде жены на борту или нет. То есть, что женщина есть, и она пытается на себя часть детского экстремизма взять, что женщины в машине нету, и весь экстремизм и весь детский темперамент вливается на папу за рулем. Без разницы. По-любому водитель отвлекается, причем отвлекается на очень опасные интервалы времени. Потому что довольно часто он смотрит в салон, либо обернувшись, либо по специальным детским зеркалам, но внимание у него полностью поглощается, полностью переключается именно на детей. Поскольку наши инициативные и трепетные законодатели, они все время живут в тревоге за нас с вами, то вот этот обширный вызов времени, им желательно на него как-то все-таки побыстрее среагировать. Чувствуете? Тут же уже целый пакет поправок. Они же мерзавцы у нас очень любят, когда портфель предложений, пакет поправок. А здесь поле просто непаханное. И если основываться на этом реальном рейтинге, то тут как минимум пять запретов. Первое. Запретить тещу болтливую рядом. Вообще возить только немых. Все остальные, кто в состоянии осмысленно связывать звуки в слова, только перевозка в багажнике. В противном случае штраф, лишение права управления, водительское удостоверение на стол, машина на штрафстоянку. То есть безоговорочно. Второе, не менее важное, запретить детей. Я думаю, депутат Мизулина справится с законодательными инициативами по этому поводу. Причем детей, в принципе, нужно отнести в содержание к категории особо опасных процессов, лицензировать эту деятельность, заводить детей, либо не заводить детей. Это должно быть разрешение депутата Мизулины. И табличка штрафов такая. За то, что позволил себе детей, за то, что в принципе у тебя что-то с детьми. А перевозку детей разрешить только как особо опасный груз, сопровождение полиции в специальном транспортном средстве, с полнейшей изоляцией, под охраной. И опять-таки штрафы, штрафы, штрафы. Без штрафов нельзя. Наш закон, наша страна, наша экономика без штрафов водители ни в коем случае не выживут. Третье. Запретить насморк и чихание за рулем. Капля с носа, водителя лишаем права управления на несколько лет. А за рецидив, за повторный насморк, можно пожизненно. Опять-таки найдутся депутаты. У нас есть Лысаков, какое-то время имитировавший приличного человека, который тоже справится с этой задачей. Он, помните, баллы предлагал водителям, чтобы каждый свое личное дело возил и полицейскому предъявлял. Вот, я думаю, за соплю, размазанную по лицу, тоже самое Лысаков, блистательно совершенно справится. Объяснит, почему это опасно. Чихать за рулем вообще нужно запретить. Четвертое. Запретить любую музыку в машине. Отменить презумпцию невиновности в этом отношении, как это уже было сделано тем же самым профильным комитетом по разгрому Конституции и уничтожению законодательства Государственной Думы. Презумпция невиновности по ряду параметров на водителя не распространяется. Здесь то же самое. То есть наличие любого звуковоспроизводящего устройства в автомобиле уже твоя вина. Значит, устройство выдрать, номера снять, машину на штрафстоянку, лишение права управления. Пятое. Самое важное. Вообще запретить отвлекаться от дороги. Это все-таки машина, это средство повышенной опасности. Поэтому разрешить законодательно смотреть только прямо и разработать регламент, чтобы с интервалом раз в 5 секунд можно было смотреть по зеркалам. Возложить на комплексы фото-видео фиксации функцию контроля за положением глаз и головы водителя с автоматическим начислением штрафа. То есть поковырялся в носу, повернулся не туда, все штраф. Причем сумма штрафа должна парализовать водителя в одном таком фиксированном положении, чтобы гад смотрел только-только вперед. Ну и в совокупности в рамках федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения, это пропагандистская программа, значит, поддержать в обществе мнение о том, что хорошие люди не нарушают, нарушают только плохие. Перерыв на новости. Традиционный вопрос для голосования. Необходимо жестко дрессировать водителей новыми штрафами, запретить детей в автомобиле, тещу и насморк. 5533А. Нет, пора отстать, наконец, от людей, заняться чем-нибудь полезным, например, реформой полиции, хоть по кудрину, хоть по здравому смыслу. 5533Б. Итого. Дрессируем водителей. 5533 русская А. Не дрессируем водителей. Оставили их в покое. 5533 русская буква Б. 65, 10, 9, 9 и 6. Наш лось 7 баллов едет. Мейл.ру 9 баллов уже приехал. Сергей, вы у нас первый. Вы здравствуйте. Сергей, добрый вечер. Здрасте. Можно по поводу... По-любому, пожалуйста. Конечно. Хотелось бы понять, а почему, собственно, не предлагается обязать автопроизводителей жестко фиксировать голову водителя в направлении только вперед? Прям вот, знаете, таким корсетом привязывать его к подголовнику? А если смотрит прямо вперед, и все. И вообще, а вот это вот нарастание сервисных функций в автомобиле, когда у него, у человека вокруг так много отвлекающего, в принципе, больше одной кнопки быть не должно, смотреть только прямо, рот не открывать, и управлять со всей ответственностью, понимать, что ты везешь практически судьбу человечества у себя на плечах. Поэтому любая попытка как-то от этого бремени ответственности перед обществом скрыться в сторону должна караться желательно пожизненным лишением права управления. Я думаю, Мизулина с этим справится, Лысаков с этим справится. Нормально будет, хороший будет кодекс. Тем более, что это поможет лично Собянину, у которого задача истребить москвичей, и чтобы никто не ездил сократить поголовье. Ну, Лексутов в данном отношении, он все-таки мелкая сошка, хоть и очень активная. И все складывается. И главное, что ведь есть же федеральная целевая программа по борьбе с водителями. Она пропагандистская. Помните, ведь нам с вами всегда говорят, что нормальные люди не нарушают. Вот не нарушай, не будет никто штрафовать. Вот, не нарушай. И создать вот эту нетерпимость в обществе, что любой человек, который улечен в нарушении правил дорожного движения, это изгой, отщепенец, нигилист, и ему не место среди приличных людей. Так что, Сергей, я с вами целиком согласен. Алло, такое ощущение. Не дай бог, чтобы кто-нибудь нас это еще слушал, значит, это действительно может им прийти в голову. Им в голову приходит постоянно. У них, знаете, с коллективным разумом. Вы помните, как они выглядели перед всей страной, когда принимали закон подлецов, и когда Совет Федерации специально доложил, что в Совете Федерации все 100% федералов, советующих, проголосовали за закон подлецов. То есть, если в Государственной Думе, в Нижней Палате, из 450 депутатов, 9 оказались приличными людьми, порядочными, то в Совете Федерации ни одного не оказалось. Вот так что, все в порядке. Мне кажется, это просто требование при приеме на работу, как говорится. — Отсутствие совести и мозгов? Да, вполне возможно. — Вполне возможно. Ну, хотя, в принципе, на нашу с вами радость туда иногда проникают, ну, во-первых, приличные люди, потому что 9 депутатов все-таки прорвалось, а во-вторых, вы когда последний раз были в цирке? А тут включаешь телевизор, а там Жириновский. Ну, красота. — Согласен. — Сергей, вопрос второй, как говорится, по автомобильной тематике. — Да, конечно. — Буквально в прошлом пятницу, где он пробегал мимо фотосалона «Опере», решил зайти посмотреть на новую «Зафиру». — Так. — Собственно, могу сказать, что она меня в достаточной степени впечатлила. Скажу, первым, на что зацепился глаз, это была, сейчас скажу, подушки сидения, которые я видел раньше на БМВ. Когда сидушка выдвигается, и фактически все бедро ложится на поверхность сидения, что довольно удобно в длительной поездке. — То есть регулируемая длина? — Да. Да, совершенно верно. Что меня порадовало, поскольку при росте метра девяносто, мне, к сожалению, стандартные сидения зачастую коротковаты, и ездить не очень удобно. — Давно вы не были в гостях у «Опеля», вот что я скажу вам. — Да, могу сказать, учитывая, что регулярно по 99,6 в программе «Экипаж», я слышу достаточно, на мой взгляд, отзывы про «Опель», я решил более внимательно посмотреть на этот автомобиль, на «Опель Антаро». И вот, собственно говоря, хотел бы спросить, если мы говорим о «За Фиттура», то какой двигатель наиболее предпочтителен совместно с коробкой «Автомат»? К сожалению, на механику не удастся, поскольку супруга тоже иногда вынуждена владеть машину, а она на механике никак не хочет ездить. — Ну, самый простой, самый нетурбированный. Там регулярно мелькает 1,8. — Да, это, насколько я помню, да, это двигатель «Бензин» 1,8. У них вот сейчас, насколько я понял, есть еще дизельный двухлитровка. — Да. — Но вот как они, я, честно говоря, не в курсе. — Он очень приличный дизель, он вообще один из лучших дизелей по Европе. Тут вопрос ведь только в том, как часто вы будете выезжать куда-нибудь в другой город, и, соответственно, насколько большой риск, что вы хлебнете плохой солярке. Потому как и с бензином проще. И 1,8 хороший мотор, он такой прочный, надежный. Единственное, что, к сожалению, он по Евро 5, и он утратил половину тубуна, у него 141 лошадиная сила заявлена. На самом деле там где-то, наверное, 75 еще живых, а остальные тихо так приволакивают лапками и плетутся вслед за машиной, никак не помогая процессу. Но сам по себе автомобиль на 1,8 едет приемлемо. Это тот самый 1,8, который стоит и на Астрах предыдущего поколения, и еще на Вектре последнего поколения. И он же стоит на Крузе, и он же стоит на Орландо. То есть половина продукции, половина продуктовой линейки GM для нашего рынка ездит на моторе 1,8 на бензиновом. 2,0 дизель – хороший мотор, и его тоже можно рекомендовать. Но вы, поскольку упомянули супругу, вдруг она заправится на каком-нибудь паленом лукоиле. Но в целом любая из этих машин, вот любая европейская машина и Opel в первую очередь, это то, о чем я говорю в каждой программе, он сначала делает дизельную версию, а потом уже для таких недоразвитых, как мы с вами, говорит, ну ладно, хотят бензин, поставим бензин. Окей, понял, спасибо большое. А еще вопрос был по Peugeot 3-2008. Да, есть такая. Друзья мои на него заглядываются после 208-го, по-моему, мы слышали, они сейчас решили его поменять, поскольку маловато стал. Что вы можете сказать в принципе к машине? Потому что мы ее тоже смотрели, но мне показался, по крайней мере, маленький багажник, откровенно говоря. Он любопытный, но еще багажник, там у него полка, которая на три этажа раскладывается, ее можно вниз уронить, можно по серединке, можно в самый верх, жесткая, причем такая грузоподъемная. Там очаровательный фонарик. Вот в багажник залезаешь, а там такой фонарик, что к нему прилагается целая машина. Такое удовольствие, такое упоение. У этой машины единственный минус, то, что у нее самый плохой в Европе мотор. Это мотор 1.6 в форсировке 150 лошадиных сил. Но раньше, вот когда они только пошли к нам на рынок, этот мотор честно выхаживал свои 15 тысяч. То есть до первой замены масла. Да, 15 тысяч, это было очень здорово. Потом он дох, ему меняли голову по гарантии, турбину. Вот с турбиной до сих пор не наладили, с головой более-менее наладили. В Европе этот мотор блистает. Он великолепен, потому что в их европейском климате он чувствует себя классно. Масло хорошее, бензин хорошее, никаких проблем. У нас он дохнет. Но усилиями дилерской сети, а ребята там рукастые, они знают, где что расточить, куда плюнуть, куда дунуть, он теперь уже в принципе даже добегает до 30 тысяч. Уже отмечены случаи, Peugeot 3008, который пробежал 30 тысяч без капремонта, это очень серьезный показатель. Поэтому если они точно знают, что на 3008 они поездят где-нибудь, наверное, за год на 15 тысяч, совершенно безопасная машина. И у нее очень хорошо заложен алгоритм управления трансмиссией, когда в том числе есть имитатор блокировки переднего дифференциала, единственного. И машинка даже как-то вне дорог в состоянии скрестись колесиками за российскую действительность и в общем так вот джиповать тихоря. Потом продунет, дохнет мотор и дальше уже на лыжах. Понятно. То есть такая очень хорошая жизнеутверждающая машина. А учитывая, что дилерская сеть Peugeot вот-вот умрет вся целиком вместе с Peugeot, и у них там коллапс абсолютно катастрофический, в принципе сейчас помирают все дилеры всех брендов. Но Peugeot, он такой слабенький, вяленький, да еще обремененный заводиком, поэтому дохнуть они будут быстрее. И под Новый год можно будет вот эту 3008 купить уже более-менее с хорошими выгодными скидками, что будет не так обидно, когда из своего кармана сумму скидки ваши друзья выложат на капитальный ремонт двигателя по окончании гарантийного периода. Но сейчас вот под Новый год очень-очень приятная для нас с вами ситуация, потому что дилеры помирают все, некоторые в силу объективных экономических причин, некоторые в силу блистательного менеджмента, но при смерти абсолютно все. Если вот сейчас, например, зайти в Rolf, то в Rolf там все машины практически отдают по себестоимости, по инвойсу. Из-за этого у них очень большой скандал, но они сейчас точно раскидывают склад и абсолютно правильно делают, потому что они в 2014 год войдут с машинами в том числе 2012 года. Представляете, катастрофа какая. Поэтому можно пойти и сейчас урвать себе даже такой неликвид, как Peugeot 3008. Перерыв на новости. 11% считают, что необходимо жестко дрессировать водителей, запретить детей в машинах, запретить тещу, запретить насморк, в противном случае карать, карать и карать. Остальные 89% считают, что от водителей пора отцепиться, пусть даже в пользу безумных идей никому не нужного Кудрина, предложившего на этой неделе реформу полиции. Голосование продолжается. Те, кто считают, что детей и насморк нужно запретить, перевозить в машинах, 5533-А. Те, кто считают, что от водителей можно отцепиться, 5533-Б. Наш лось подтянулся до 8 баллов и по многокилометровым пробкам продолжает куда-то ехать. Мейлру держит 9 баллов, уже никуда не едет. Приехал. 65, 10, 9, 9 и 6. Анатолий, здравствуйте. Алло. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. Дождался вас. Я тоже. Знаете, Анатолий, я вас ждал, ждал. Вы не звонили. Потом вы дозвонились, я уже думаю, ну, 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 о, все. Вот, наконец-то я есть, да? Да, да. Сергей, ну, не только детей, не только помеху справа, не только разговор по телефону, который я сейчас видал. Можно много кое-что запретить, отменить. Ну, в первую очередь, может быть, отменить их, кто отменяет нас. Вы, кстати, простите, Анатолий, вы заметили, вот вчера, например, у нас есть такой мощный матрос-железняк в Государственной Думе. Он боролся с мобильным рабством и предложил очень разумную идею. Если вдруг с 1 декабря какой-то сотовый оператор не может перевести человека в другую сетку, то есть из Билайна, например, в МТС, то сотовый оператор дать вот ровно тот период, пока он не может оказать услугу в соответствии с законом, он позволяет абоненту трепаться бесплатно. То есть он из своего кармана оплачивает разговоры. И вот в этой связи, Анатолий, может быть, по-другому. Не запрещать всех этих идиотов, вот это вот стадо, которое сидит наверху и потребляет чудовищное количество нашего бюджета, а экономическим рычагом. Каждая идея, вот что депутат Мизулина у нас регулярно пребывающая, по-моему, просто в трагическом положении интеллекта, что все остальные депутаты, кто цирком на сцене занимается, кто еще чем-то там, озверением и ужесточением, любая законодательная инициатива должна, вот как в институте, курсовая работа, доказывай ее, обосновывай. Потом на уровне диплома доказывай, проводи эксперименты, показывай результаты экспериментов. После этого, когда доказал у доски и не получил двойку за свой диплом, за свою законодательную инициативу, вот только после этого она поступает на голосование, на первое чтение. А если выясняется, что депутат своей задачей не справился, он штрафуется. Чисто экономический рычаг по матросу-железняку, он же депутат. И вот до тех пор, пока у нас депутаты абсолютно безнаказанные и безответственные, они могут творить что угодно. А если они будут первыми на раздаче по штрафам, санкциям и запретам, то есть что ты напридумывал, тебе по голове, может быть, тогда поумнеют? Да, я сомневаюсь, Сергей, потому что штрафовать их будут те же самые, что и штрафуемые. Ну, это вопрос общественного контроля. Это вопрос, да. Это долгий вопрос, и нам сегодня сейчас с вами его не решить. Ну, потихонечку. Я бы хотел, знаете как, по предыдущему звонку, я тут года два назад полосовал Европу, как раз на Opel Zephyr, дизель, что мне понравилось. Абсолютно удобная машина, рост у меня как раз 190, как у предыдущего парня, и я совершенно не уставал. Я иногда в день плал там 1300 километров по автобанам, естественно, с остановками на заправках и перекусить. И не сказать, что я падал от усталости, ну, небольшая усталость, естественно, была, но машина очень удобная, маневренная, комфортная. Просто у меня Opel был, старенький-старенький, это Opel Commodore. О-о-о! По-моему, давно уже... Трёхлитровый, небось? Сколько литров там моторчик был? Нет, два с половиной, по-моему, что-то не помню. Это у меня было давно уже, старенькая машина была. Но она шикарная была, велёровый салон, это что-то. Она, кстати, Анатолий, вот именно тот самый ваш Commodore, он одно время по германскому рейтингу превзошёл комфортом Mercedes-Benz. Ну, я к тому времени не знал, к сожалению. Вы просто наслаждались. Я когда пригнал эту машину сюда, в Москву, и завтра я отсюда сюда ехал на этой машине, попал как раз под раздачу Вальки Павлова в повышение таможенных сборов. И полторы сутки я просторчал в Брехе, без еды, без питья и без условий и так далее. Потому что очередь была там, когда я встал в очередь, это семь с половиной километров. Это было где-то четырнадцать часов дня. И когда я пришёл в Москву, смотрел новости, в шестнадцать часов, то есть через два часа после меня, эта очередь составляла уже четырнадцать километров. То есть все работники и служащие, работавшие за рубежом, быстро-быстро погнали свои машины, чтобы из Питерса может по ставкам, которые были до Вальки Павлова. Ну, это так, к слову. И позвольте вопрос. Да, конечно. У меня дилемма такая небольшая. Между X-60, новая, естественно, и поддержанной X-5 из Германии, трёхлетка. Равносильно ли или выбрать мне что-то? Одно сразу. Как ты советуешь? Ну, я всегда боюсь машин вторичного рынка даже из Германии, потому что в Германии тоже много поляков и турок, которые зарабатывают специально на русских. Но сам по себе X-5, конечно, это автомобиль, сделанный на голову интересней по езде, чем Volvo. Если Volvo осмысленно шла в сторону безопасности и била свои машины об грузовики на краш-тестах внутри заводских, они единственные, кто себе это позволяет. Они добились, конечно, очень хороших показателей, там всё грамотно, всё здорово, выживаемость высочайшая. X-5 его затачивали под управляемость, под азарт. Это машина с провокацией. Она не даст вам спокойно существовать. Она вас будет постоянно в спину толкать и говорить, «Толик, давай, давай, открутим на Рубь 40 в поворот!» И вы будете говорить, спокойно, X-5, мы едем не торопясь. А ХС-60 в этом отношении, он, конечно, может быть достаточно смирным, в нём провокации нет. И здесь вопрос темперамента и стиля езды. Если подбирать машину, которая вот такой горячий скакун, то, конечно, X-5, он даже трёхлетка, если заморочиться, если поискать, если покупать только у дилера, только с снятной биографией, рано или поздно вы найдёте очень интересную машину. Причём, скорее всего, ваш BMW будет тюнингованной. Немцы в этом отношении, ребята, оголтелые, у них найти нетронутую машину на вторичном рынке практически не удаётся, особенно по BMW и по Mercedes. Потому что каждый владелец считает необходимым пружинкой поменять, настройки поменять, тут что-нибудь сделать, там что-нибудь сделать. В этом отношении вы получите ещё более интересный агрегат, он будет менее ремонтопригоден, но он будет ещё более интересный по езде, потому что X-5 немцы не покупают для того, чтобы возить на нём дрова, пользуясь кузовом «Универсал». А машина сама по себе, конечно, зажигательная. ХС-60 — это выбор «Прагматика». модного «Прагматика», в хорошем костюме, потому что ХС-60 — это грамотная машина. Конечно, в первую очередь адресованная женщинам, но и мужчины тоже в нём смотрятся абсолютно логично. Знаете, как до тех пор, пока в «Матис» не садится мужик, кажется, что это бабская машина. Как только туда садится мужик, все понимают, да ненормально. С ХС-60 то же самое. Вот. Эх, вот она приятная дилемма. Такие хлопоты они выбрали. Да, вот так вот, вот так, Анатолий. Евгений, здравствуйте. Алё. Здравствуйте. Вы дождались. Алё. Здрасте, Евгений. Да. Да, не прошло и получаса. За свои деньги вы, наконец, послушали и радио, и новости, и рекламу. И вот. Да, первый раз по телефону слушаю вашу передачу. Очень интересно. Ну да, конечно, лучше, чем на Гитлова. Как раз к вопросу о том, что нельзя разговаривать за рулём. Абсолютно нельзя. Вы только что создали угрозу обществу. Наша страна чуть не улетела под откос из-за вас. Да, 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 да. Вот на самом деле мысль пришла следующая на эту тему. Если уж наше государство пытается заботиться о своих жителях, чтобы они жили, так обязали бы автопроизводителей на самом деле в базу уже ставить модуль «Скэнфри», и тогда бы уже делали конский штраф, потому что уже сделали как бы и плюс, соответственно, можно и наказывать людей. В противном случае то, что они сейчас пытаются сотворить, ну, будет очередная, не хочется употреблять плохое слово, но, в общем, ни к чему не приводящая история. А может быть тогда наш никчёмный, латанный, перелатанный товарищ Кудрин, который там якобы высосал реформу полиции из пальца, будет услышан, и мы зайдём на тему безопасности на дорогах с другой стороны, реформируем сначала полицию, а потом уже будем заниматься автопромом и водителями? Я не знаю, есть ли смысл реформировать наши органы доблестные в том варианте, который предлагается и рассматривается. Одно менять на другое, на мой взгляд, ну, абсолютно нет никакого резона. А уже недавно поменяли милицию на полицию. Что мы получили? Ровно то же самое. Ровно на тех же людей, ровно на тех же местах, ровно с теми же функциями. Ну, почему? Ничего не изменилось. Почему? Те преступления, которые они совершают, они совершают теперь уже совершенно легитимно, потому что они прошли переаттестацию. И если раньше они были ментами поганами, то теперь они официально сертифицированные полицаи. А вы помните, чем полицаи занимались в нашей стране? Всю жизнь. Вот они совершенно чётко, по своей функции, они абсолютно на своём месте. Когда милиция, созданная революцией, была заменена на полицию, я полицию помню только на оккупированных немецких территориях по воспоминаниям тех, кто с ней боролся, нормальный фашистский орган по уничтожению коренного населения. И вы помните, Медведев, когда по этому поводу разглагольствовал, он сказал, что у нас в советский период есть замечательные примеры помощи населения полиции. Надо бы их повторить. А в советский период полиция у нас была только 1941 по 1944 год на территории СССР. И Медведев очень рассчитывал, что, видимо, кто-то пойдёт в полицаи, в секретные сотрудники, в зондеркоманды, и вектор чётко совершенно из этого прослеживается. Полиция занимается? Да-да-да. Лучше нашей полиции только польская. Я не знаю, новости вчера есть, если смотрели, слышали, что сказал полицмейстер про нападение на наше посольство. А сказал он примерно следующее, что он не стал отправлять полицейских спасать посольство, потому что он опасался за жизнь своих людей. Да, ОМОНовец всегда в цене. Это правильно. Тем более, знаете, как советское посольство, вы же помните, Катынь, 1939 год, в истории Польши эта рана, она незаживаемая никогда. Вот вообще никогда. Раздел Польши по пакту Молотова-Риббентропа это трагедия, а Катынь это трагедия в квадрате. И мы перед поляками виноваты будем в ближайшие веки в 20, наверное. Ну, это они пусть себе думают, там, сколько угодно. На самом деле, это, наверное, не наша проблема, а больше ихняя. Ну, знаете, это и наши проблемы, потому что до тех пор, пока покаяние от нас не прозвучало, до тех пор мы на себе эту вину несем. Вот немцы, они перед миром и перед собой за фашизм извинились и точку поставили. А мы за Сталина, за коммунистическую партию из-за репрессии. Нет, мы перед кем до сих пор не виноваты. Поэтому несем ответственность. На самом деле, вопрос спорный, дискутировать, честно говоря, не очень хочется. Лучше подискутировать на другую тему, если вас это устроит. Конечно, конечно. Первую часть вопроса я уже, наверное, услышал по поводу 3008 про Пыжи. На самом деле, по двум машинкам поинтересоваться. Это вот Питроенский 4 седан и вот как раз вот этот вот зверек. От компании Peugeot. И про этот мотор. Вот я смотрю, они его ставят на все свои модели. Да. Каждую машину. Да. И вот, и он действительно вот реально вдохнет через 15 тысяч. Да, и он сдохнет, и он погубит фирму Peugeot в нашей стране. И Ситроен, кстати, тоже. Новости. И еще пара слов Евгению по поводу Ситроена C4 седан. Его можно брать только в начальной комплектации с мотором 1.6, с тем самым 1.6, который 115 лошадиных сил. Потому что есть еще точно такой же. Якобы он тоже 1.6, но 120 лошадей уже с автоматической коробкой передач. Вот это самое плохое сочетание, которое только может быть. То есть 120 лошадей псевдо-БМВшного мотора и четырехступенчатая коробка передач. То есть и то, и другое, это полный неликвид. Отличная машина, которая хорошо поедет, это 1.6, 115 лошадей. Мотору уже лет, наверное, 25. Он еще с 306-го Peugeot. Он модернизируется. У него теперь изменяемые фазы газораспределения. И тем не менее, это старый, проверенный, очень хороший, бодрый мотор. И 115 лошадей хватает для того, чтобы эту тушку на себе возить. И механическая коробка. Конечно, топовая версия. Это 150 лошадей. То есть форсированный 1.6. Форсированный. И айсиновская АКПП-6. Коробочка хорошая. Моторчик, увы, тот же самый, который в Peugeot 3008. Совершенно четко похоронная команда. Никуда вы на нем всерьез не приедете. 65, 10, 9, 9, 6. Марина, здравствуйте. Алло. Добрый вечер, Сергей. Здравствуйте, Марина. Я вам на прошлой неделе звонила по поводу Кио Церата. Да. Когда у меня включалась автомагнитола, я сходила на ТО. Так. К сожалению, они мне ее не поменяли. Проверив электрику всю, сказали, что клеммы просто изумительные. Все стоит на месте. Ай, как хорошо. Но они предложили мне ее оставить на неделю или на две. Потому что они должны зафиксировать факт отключения автомагнитола. Да. Это так называемый плавающий дефект. Он ловится только при помощи мухобойки и бригады слесарей, которые сидят в засаде. Это то же самое, что поймать мышку на кухне. Нужно либо кота, либо много времени. Сидишь и ловишь. Здесь то же самое. Либо вы едете к нормальному электрику в гаражи, он ставит вам диагноз, и вы с этим диагнозом приезжаете так вежливо, с подсказкой. Говорите, ребята, вот не сюда смотрите, а вот туда. И ребята с очень расстроенными мордами ползут туда, куда вы их послали. Такой вариант тоже возможен. Ну, понятно. Зато они еще мне предложили, очень умудрились мне предложить приклеить пыльники к амортизаторам, потому что якобы в Церата такой дефект. И знаете, какую они сумму заломили? 3100 рублей. Я у них спросила, позвольте, а клею вас какой? Не золотой ли крошкой посыпанный? Минучку. Это дефект эксплуатационный на гарантийной машине? Да. Ой, как интересно. А с каких-то пор подобные работы требуют денег от вас? Не знаю. Марин, это знаете, это на самом деле получение денежных средств путем обмана либо злоупотребления доверием статья 159 УК РФ мошенничество. Годика три. Сразу. Ну, понятно. Нет, но дело в том, что делать мы, понятно, не стали. Потому что я приятель сказал, не нужно это ничего делать. Можно обойтись. Ну, дилерская сеть чем и хороша? Тем, что она один на один с паяльником против клиента темной ночью. Кошелек, пожалуйста, либо ходи пешком. Да, вот такая дилерская сеть. Да, это, конечно, очень интересно. Но в остальном, Марин, как вам машинка ваша? Саратов. Вы знаете, ну, мне нравится. Единственное, что у нее как бы не очень хорошая шумоизоляция. Да. А вы, кстати, тестили, драйвили ее перед тем, как купить? Да, я ее драйвил, да. Но дело в том, что она была не... Сначала была на не низкопрофильной резине. А когда я поставила туда низкопрофильную резину, к сожалению, потому что я зимой ехала, ехала на зимних колесах у них стояла на тест-драйве машина. А когда мне ее из салона выгнали, понятно, что она была на летних. Мне пришлось до гаража ехать и менять на зимние колеса. И еще как бы под снегом не очень чувствовалось. А когда я весной поменяла на эту резину, к сожалению, она громковата. А на самом деле большинство дилеров и Киа в первую очередь занимаются тем, что они дополнительно шумоизолируют тестовые машины, поэтому каждый раз, когда вы на ней катаетесь по двору, она идеальна. А серийная машина в этом отношении слегка уступает. Есть такая приятная особенность. Называется развод клиента. Ну, понятно. Вот Теида моя, которая была до этого Nissan, у меня сын ездит, мне она гораздо тише ездила и она, кстати, мягче. Ну, она, кстати, как любой разношенный ботинок, как-то по ноге гораздо более ладненько сидит, так удобно в нее раз и пошел. У вас Теида была 1,6 или 1,8? 1,6 автомат. И хватало вам этого автомата и 1,6? Да, вполне. И сыном ему хватает, вот она у него сейчас прошла 110 тысяч. О, как хорошо. И она еще, кстати, столько же проходит. Кстати, один из лучших мексиканских автомобилей в нашей стране. Да, он собран в Мексике. У нас мексиканцы потихонечку еще иногда подпускают Volkswagen на наш рынок, но Теида лучше. Единственное, что ему сказали, что у него там катализатор. Она у него что-то вот начала гудеть, да, и ребята проверили в гараже, сказали, что там катализатор. Но, к сожалению, он стоит как шашка Ворошилова. Да. Либо, знаете, как пара датчиков и в любом случае еще побегает, хотя у катализатора вариант диагнозов по катализатору это такой список, наверное, из 632 позиций. Катализатор то, катализатор это, катализатор прогорел, катализатор забился, катализатор на самом деле обвешанный датчиками в данном случае хорош, но датчики плохие и так далее. Поэтому вот это такой абстрактный диагноз это то же самое, как у врача. Знаете, кажется пациенту, вы заболели, ух ты, я пошел домой лечиться, а что лечить-то? Ну да, это как поведение. Нет, ну это ребята в гараже ему сказали, потому что конкретно как бы они не рассматривали, может действительно там надо что-то разобрать, я не понимаю в машинах ничего, я могу только залить воду и поменять фильтр воздушный, это единственное, что я умею. Ох, Марина, это где вы так натренировались фильтр воздушный менять, вы что? Ну а что, я должна платить дилеру 600 рублей за замену фильтра, конечно нет, мне жалко, я могу и салонный поменять, тем более вот в Цират он меняется просто шикарно, очень легко и в Ниссане, вот в Тииде тоже меняется очень хорошо, я меняла. Марин, если вас не унять, так вы еще и свечи начнете менять и масляный фильтр. Ой, я даже не представляю, где это меняется, не, ну если постараться, конечно, женщина все может. Женщина абсолютно все может, это точно. Вы разберете, соберете, я так сильно подозреваю, что через какое-то время капремонт на обочине, тепло у меня на язык, вам тоже будет по плечу. Евгений, здравствуйте. Алло. Сергей, добрый вечер. Здравствуйте, Евгений. Спасибо вам большое за передачу, ежедневно с вечером возвращаюсь домой. Спасибо вам. Вопрос следующий, машинки подходит в пятый год, Peugeot 308, но атмосферник, 120 лошадей, ручка. Вот, и сейчас стоит вопрос о заменении и смотрю в сторону новой Октавии. Ну, про ДСГ, по-моему, только лениво не спрашивал. У меня вопрос двигатель и ручка, какое сочетание? А двигатель любой. Потому что даже 1.2 на турбине 105, он в принципе едет нормально. И в предыдущей Октавии, на нашем рынке этого не было, но по Чехии, по Словакии, а также по Европе 1.2 105 лошадей таскал предыдущую А5 нормально, без проблем, хватало его. И здесь уже вопрос, как много удовольствия вы хотите получить от машины, потому что кайфа тем больше, чем больше опций вы туда навернете. Если вы купите в топе ее на 1.8 и у вас будет еще многорычажная подвеска сзади, ну, это вообще идеальный автомобиль. Он будет стоить как самолет, не как Шкода. Да, согласен. Тенниг тут получается приличный. А по прожорливости бензина и масла вот этот 1.8. А как повезет. Есть счастливые, есть несчастливые. Вообще 1.8, вот этот, он не относится к категории самых прожорливых по маслу, а по бензину, это же вообще полная абстракция. Расход топлива зависит на 90% от водителя, от жизни, от города, от стиля, от темперамента. Ну и так тихонечко 10% это его конструктивные особенности. и тем более когда нам с вами пишут, все пишут там, расход топлива от 7 литров, это значит где-нибудь от 12, потому что 7 они получили в лабораторных условиях при помощи логарифмической линейки. По факту нет. Ну понятно. Но если задаться целью... Сергей, еще вопрос, вот ввиду того, что сейчас дилеры все загибаются и скидки, в салонах «ШКОН» стоят еще «Супербы» предыдущие 2012 года. Да. Что вы можете про них сказать? Потому что по ценнику выйдет может быть примерно одно и то же, что на ухо октаве, что «Суперб». «Суперб» лучше, «Суперб» интереснее, «Суперб» он огромный. Если у вас есть задача возить людей с комфортом на заднем сидении, то лучше, чем «Суперб» вам это не удастся нигде. Но там ДСГ. Там ДСГ, а у ДСГ 5 лет, а через какое-то время ко мне на эфир придет тот самый герой, который продлил в рамках нашей страны до 5 лет гарантию на ДСГ. Хотя, конечно, да, корявая реализация, и у меня такое ощущение, что ДСГ все хуже, хуже, хуже и хуже. Ничего с этим не поделаешь, но сам по себе автомобиль замечательный. Любопытные данные. Итого, 91% считают, что нужно отцепиться от водителя, оставить нас в покое, перестать дрессировать, например, заняться дрессировкой полиции. Но, тем не менее, 9% считают, что все-таки нужно запретить детей, запретить трендящую тещу, запретить насморк и продолжать дрессировать водителей. То есть, с одной стороны, я подозреваю, что в этой процентовке немалую роль сыграли пешеходы, которые водители в принципе не любят, а с другой стороны, это как раз ответ на вопрос. Вечный постулат. Хорошие люди не нарушают, а ты езди по правилам, а государство к тебе не придирается, веди себя прилично, все будет хорошо. На самом деле, есть люди, которые по сей пор считают, что в поведении водителей в основном умысел, поэтому их нужно очень жестко наказывать, карать и с утра до ночи дрессировать, хотя нормальных людей, которые за собой подобных грехов не видят, 91%. До завтра, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok